Ну что ж, парни, тут уж такое дело, пьянка такая интересная тут происходит. Что я, собственно, хотел вам показать? Это будет совсем коротенький видос. Все-таки заставил я Нел Торнадо не так сильно пищать и не сводить меня так сильно с ума. Каким образом это получилось? А это у нас получилось довольно-таки просто, как оказалось. Правда, еще неизвестно, насколько это именно эффективно. Сейчас я приближу, да? Сейчас мы еще подкорректируем, чтобы все было хорошо видно. Так вот, оказывается, что Нел очень сильно не любит вот этот крестик. Вот когда вот этот крестик стоит, усиленный поиск, эта катушка начинает творить всякую срань. Если ее выключить, туннельчик ведет себя чуть-чуть приятнее. Хотя, опять же, ходя по полю уже часа два, ничего толкового я им не нашел. Почти ничего толкового. И так как все-таки что-то толковое нашел, поэтому, собственно, это видео вам и покажу. И, собственно, поэтому поделюсь своим маленьким впечатлением. Опять же, еще похвастаюсь одной маленькой игрушкой. Я даже не знаю, что лучше. То, что я составил Нел работать, или же то, что я сейчас буду хвастаться своей новой игрушкой. Ну, ладно, посмотрим. Окей, погнали. Готовы? Ой, как так? Есть, конечно, маленький дефект у игрушечки. Я думаю, все поймут, какой. Так, это вот наша находочка, да. Наверное, это копейки какие-то. Я тут голыми руками, потому что я даже не рассчитывал ничего найти. Скорее всего, какие-то копейки. А, собственно, да, о чем я хотел похвастаться. Как там задорных вещей любил говорить, готовы? Оп. Красота. А, ляпота-то какая, да. О, даже чуваки какие-то катались. Ха-ха. У меня макрообъективчик. Так что, скоро нас будет ожидать очень, очень, очень эксклюзивные видосики. Да. Чтобы вы примерно понимали, этот кран охренеть, как далеко от меня. В другом конце поля. Ну и, собственно, само собой разумеется, как же монетки-то не смотреть-то будет с таким вот объективчиком. Так, что-то я неправильно фотик поставил. Есть, конечно, у объективчика маленький косячок. У него не работает зум. То есть, не зум, у него не работает стабилизатор, блин, а как это, блин? У него не работает автофокус. Но я думаю, тот, кто хоть чуть-чуть разбирается в оптике, прекрасно понимает, что, ну, в принципе, конечно, неприятно. Но, с учетом того, что он мне достался почти в четверть цены, а цена, я вам скажу, у него не в епическое, так как это 18250, и цена у него очень неприятная, если у новенького. А этот обошелся довольно-таки дешево, грех не взять было. Так что, скоро будут очень симпатичные видосы с очень детальными обзорами всех находок. Монетка нечищенная. Блин, и мне даже, на самом деле, в объектив прикольнее смотреть, чем так. Ну, это, короче, какая-то копейка. Спасибо.